Здравствуйте дорогие зрители и подписчики. Дело мастера Боисов. Сегодня мы с вами разберемся в вопросе ремонта автомобиля ЗАД-11 комплей, славуто инжекционная. Как же устранить проблему, когда загорается чек инжин? Я уже езжу с этой ошибкой около месяца, но как-то руки не доходили. Сейчас уже нашел время и я попробую забраться, что же там случилось. Вот такая ситуация. При включении зажигания срабатывает мензилевый насос. Нагнетает бинг-бинг. Фотом выключился. Ручной тормоз мы выключили. Горит лампочка чек инжин, давление масла, зарядка аккумулятора. Попробуем завести машину. Заводится слабенько. Троит. Еще раз попробуем. На второй раз заводится. Все хорошо. Завелась. Казалось бы, ничего не троит. Чек инжин горит. Какая-то проблема. Раньше я постоянно обращался в сервисные центры, которые проводят диагностику автомобиля. Отдавал автомобиль утром, забирал вечером. Мне это было очень неудобно ждать, пока они провели. Такая у меня проблема. И два раза проблема заключалась в пластом контакте датчика холостого хода с проводами. И один раз проблема была в неисправности датчика положения коленчатого вала. Она лишилась замены этих датчиков, которые я мог сделать в домашних условиях. Поэтому я пришел к выводу, что можно все это сделать самым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Париж из просторах интернета я нашел для тебя решение. Это небольшой адаптер, который пристает в проблему всю мою поездкой на ИСУ. Вот так выглядит адаптер. Он имеет специальный разъем. Три лампочки. Лампочка зеленая, значит, готова. Красная не готова. Желтая шлифта. И снор длиной около 1,5 метра. И снор длиной около 1,5 метра. И снор выходом, который может подключить 0-2 к любому компьютеру. И провести диагностику системы. Система меня солит в автомобиле. Поэтому она типичная. Для Славут, для Сенсов система одинаковая. Должна подойти. Также я установил себе программу на ноутбук. Которая проводит диагностику системы. Приступим к работе. Для начала нужно взять ноутбук. Положить его на сиденье или на колене, кому удобно. И включить. Включить. Пока включается ноутбук. Возьмем данный адаптер. Лампочками в сторону правой двери передней. И подключим его специальный разъем. Который находится под бардачком с левой стороны. При включении адаптера загорелась красная лампочка. Значит он уже подключен. Но пока не задействован в работе. Теперь нам необходимо подключить USB выход к ноутбуку. Необходимо запомнить номер порта, к которому мы подключаем. Вот компьютер загрузился. Ноутбук. Здесь есть программа специальная, предназначенная для работы с этим адаптером. Теперь будет хорошо видно. Все основы программы, которые называются КВПД А2. Вынес ярлы на рабочий стол. Она есть. Это программа свободна в интернете. И предназначена для диагностики. Система автомобиля. Здесь написано. Осоедините маршрутный компьютер. Включите зажигание. Осоединяем. И включим зажигание. Поворачиваем ключ. Зажигание включено. Теперь нажимаем ОК. ОК. Появляется рабочая панель. Подключаем USB выход адаптер. Вот появился рабочий интерфейс нашей программы КВПД. Теперь необходимо в углу, где написано COM порт. Выбираем USB порт, к которому подключен наш адаптер. Мы знаем, что это COM 3. USB 3. После этого в верхней панели нажимаем пуск. И появляются основные характеристики нашего автомобиля. Здесь можно увидеть, что напряжение датчик кислорода 0,59 В. Фактическое положение шагового мотора РХХ 80. И прочие данные. Здесь можно посмотреть все характеристики автомобиля, которые можно увидеть при нерабочем двигателе. Так же теперь это у нас параметры жилки. Выбираем раздел Коды. Мы видим, что здесь куча ошибок появляется. Первая ошибка это P0341. Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала датчика фазы. Значит была какая-то проблема с ним. Вторая ошибка. Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода. Это наш лямбдозон. Несанкционированный сброс контроллера в рабочем состоянии. Это возможно. Я до этого ковырялся. Что-то не так нажал. Или когда менял аккумулятор. Затем 0,105. Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха. В виде проблем у нас с датчиком абсолютного давления воздуха возможно окислились контакты. Высокий уровень сигнала датчика кислорода. Опять же лямбдозон. Нескранность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора. Основные ошибки которые появляются в системе инжекторной автомобиля славуто это неисправности датчиков. В нашем случае это датчик кислорода. Лямбдозон. Я уже раз менял его. Оригинал стоял фирмы Delpho. То есть это хорошая фирма. Относительно других российских датчиков и китайских которые были. Потом поставил китайский датчик. Он у меня проработал неделю. Был дешевый. Поломался. Я выбросил его. Потом поставил российский декадом. Не помню название. Он вот поработал. И теперь у него оборвалась цепь нагревателя датчика кислорода. Что надо делать. Попробуем сбросить эти ошибки. И попробовать запустить компьютер заново. Для того чтобы сбросить ошибки. Здесь внизу есть кнопка. На интерфейсе сброс кодов ошибки. Нажимаем ее. Запомню предварительно какие были у нас проблемы. Можно скопировать прямо из этого интерфейса. И сохранить или в борде. Или в офисной программе. Для того чтобы в дальнейшем можно было контролировать то что было. И то что стало сейчас. У нас здесь проблема видна что. Некорректный сигнал при датчике открыл. По давлению воздуха надо его посмотреть. И датчик плазмы. Сбрасываем. Ошибки. Извозка до ошибок нажимаем. Вот. Они сейчас сбросились. Пробка на панели. Чек режим погасла. Попробуем запустить двигатель. И посмотреть что же нам напишет наш компьютер. Заводим автомобиль. Вот опять загорелся чек. Опять же просмотрим. Смотрим здесь систему. Компьютер написал неисправность цепи нагревателя датчика кислорода. Следующая наша проблема. Будет уже замена датчика кислорода на новый. Или же посмотрим может быть там что-то с его контактами. Цепи нагревателя. Цепь нагревателя влияет датчик кислорода на нагрев этого датчика до тех пор пока автомобиль не вышел на рабочую температуру своей работы. Вот. Он поддерживает его температуру для нормальной работы двигателя. Пока же он не вышел на нормальную температуру. Наш бортовой компьютер выдает постоянный сигнал датчика кислорода. Который конечно же завышен для нормальной работы двигателя. Для осмотра появляются потихонечку данные о работе двигателя. Здесь можно посмотреть угол напряжения зажигания, массовый расход воздуха. Также есть расчетный часовой расход топлива. В данный момент при работе на холостом ходу наша машина будет потреблять 1,3 литра в час. Мы видим напряжение бортовой сети 3,8, 3,12,9, 14,13,6. То есть наше напряжение соответствует на дартному сигнал. Генератор работает хорошо. Аккумулятор не выйдет из строя. Не до напряжения. Датчик кислорода показывает напряжение 0,46-0,45 Вольт. Проверим работу датчик кислорода после того, как он нагреется выхлопными газами двигателя. Возможно не все еще потеряно и кроме цепи нагрева датчик кислорода еще работает нормальная сигнальная цель, которая необходима для нормальной работы двигателя во время движения на длительной дистанции. Здесь есть в верхней панели выбор коды. Вот он не исчез. Графики. В нажатии кнопки график мы видим удобные графики по оси X и Y, которые дублируют все цифровые показания двигателя в виде графика. Здесь сейчас графика датчика кислорода нет, он выставляется в параметрах. Здесь на уровне столбика график ставится плюс. Мы сейчас один плюс уберем. Там где установлена температура охлаждающей жидкости и поставим значок плюс на напряжение датчика кислорода. Переходим в меню график и смотрим. На графике датчика кислорода напряжения находится в центре. Сейчас напряжение неизменно. 4,8 показывает вольт. Начинает потихонечку меняться. 0,44-0,43 вольта. При нормально работающем датчике кислорода нагретом эти показания должны резко прыгать. От 0,10 до 0,8 вольт. В данном случае напряжение датчика кислорода пока не меняется. Возможно он вышел из строя или неисправно цепь подключения его. Включаем коды ошибок. Вот у нас появляется вторая ошибка. Ошибка 0,134. Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода номер один до нейтрализатора. Это говорит о том, что в данный момент наш лямбда зонт не работает. Остальные датчики пока встанут в состоянии. Значит, есть цель и проблема, которую нужно решать. После того, как мы определились с поломками, заглушим двигатель. После заглушки двигателя нажимаем на интерфейсе верхнее меню кнопку Stop. Закрываем программу и отключаем ее в наш ноутбук Stop адаптером. Мы посмотрели видео о том, как можно с помощью обычного адаптера и ноутбука поделиться с проблемой инжектора на автомобиле. При наличии такой маленькой штучки и ноутбука решаются многие проблемы с СТО. Не нужно ничего ждать, никуда ехать. А все можно сделать своими руками при наличии небольших знаний в этом плане. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пишите свои предложения. Будьте с нами. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok